Здравствуйте! В эфире программа «Капитал», программа о деньгах и финансах. В студии Евгений Макетрюк. Смотрите выпуски. Каковы планы Центробанка по ставке рефинансирования? Какой нелегальный бизнес сейчас под пристальным вниманием властей? Сколько фирм-однодневок удалось выявить налоговикам? И кого приглашают на Амур-экспофорум? Об этом и не только в ближайшие несколько минут. Мы начинаем. Центральный банк России понизил ключевую ставку. Теперь она составляет 11,5% годовых вместо прежних 12,5%. Стоит отметить, в конце 2014 года после резких скачков валюты Центробанк повысил ставку рефинансирования с 5,5% до 17%, фактически в три раза, что тут же отразилось на работе коммерческих банков, которые привлекали деньги Центробанка. Процентные ставки по всем видам кредитов поползли вверх, займы стали слишком невыгодными, но такой ситуация продержалась недолго. Уже в 2015 году ключевая ставка была снижена трижды. В феврале с 17% до 15%, в марте с 15% до 14% и в мае с 14% до 12,5%. Между тем, как отметила глава Центробанка Эльвира Набиулина, потенциал уменьшения кредитных ставок еще не исчерпан. Следующее заседание Совета директоров, где рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 31 июля. Центробанк обновил прогноз по инфляции. По их оценкам, инфляция в 2015 году составит 11%. Об этом рассказала глава Центробанка России Эльвира Набиулина. Она отметила, что инфляционные ожидания сокращались быстрее ранее объявленных прогнозов. И к другим финансовым темам. Амурстат заявил, что в Приамурье нет долгов по заработной плате. По данным ведомства, среди регионов Дальнего Востока, наша область и Чукотка стали единственными, где задолженность отсутствует полностью. Самый большой долг у Хабаровского края. Он составляет почти 85 миллионов рублей. На втором месте Магаданская область, которая ушла в минус на 53 миллиона. Замыкает тройку Сахалинская область. Там долг приблизился к 45 миллионам рублей. В целом, по России, общая сумма долга перед работниками составляет 2 миллиарда 934 миллиона рублей. По данным, на 1 мая деньги за свой труд не получили около 72 тысяч человек. Из них большая часть – это работники обрабатывающих производств, занятые в сфере строительства, в сельском хозяйстве и на лесозаготовках. Меньше случаев задержки заработной платы наблюдается в таких отраслях, как транспорт, производство, распределение электроэнергии, газа, воды, добыча полезных ископаемых. Работодатели обязали оформлять письменный отказ желающим получить вакансию. Госдума приняла законопроект, уточняющий норму Трудового кодекса, согласно которой работодатель по требованию соискателя обязан письменно обосновать причину отказа в приеме на работу. Установлен срок, в течение которого такой письменный ответ должен быть предоставлен. Это 7 рабочих дней, сообщает Известие. При этом законность причин отказа в приеме на работу, которые письменно укажет работодатель, можно будет проверить в суде. В Преамурье усилят борьбу с торговцами нелегальным алкоголем. Проблему продажи горячительных напитков из-под полы не раз поднимали на встречах исполняющего обязанности губернатора Александра Козлова с жителями муниципальных образований. В частности, усилить борьбу с незаконным бизнесом просили в Белогорском и Константиновском районах. Больше всего сельчан беспокоит высокий уровень смертности от отравлений суррогатным алкоголем. По данным Амурстата, только за 4 месяца от текущего года в нашем регионе умерли 220 человек. Столь печальная статистика не только в Амурской области, но и в общем по стране. Поэтому по поручению Дмитрия Медведева в субъектах федерации решено создать комиссии, которые будут разрабатывать меры по улучшению ситуации в этом направлении. Кстати, в Преамурье такую группу сформировали еще в прошлом году и она уже действует. К тому же глава региона Александр Козлов дал распоряжение руководителям поселений проработать нормативную базу и программу работы правоохранительных органов в каждом населенном пункте. Почти 600 миллионов рублей с начала года вернули амурские налоговики в бюджеты всех уровней. 80% от этой суммы составили недостачи, обнаруженные в ходе выездных налоговых проверок. Кроме этого, специалистами ведомства была выявлена незаконная деятельность шести фирм-однодневок, через которые проводили средства для ухода от налогов. Всего в первом квартале 2015 года налоговые органы Преамурья провели 57 выездных проверок. По их результатам 17 дел были направлены в следственные органы для установления наличия состава преступления. По 13 уже возбуждены уголовные дела. В итоге работы налоговиков в бюджет дополнительно начислено 599 миллионов рублей. Наибольшие суммы до начислений приходится на налог на прибыль организации, налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц. У 300 амурских предприятий налоговая инспекция может заплагировать счета. Организации допустили ошибки при электронном декларировании налога на добавленную стоимость. Если юридические лица в ближайшее время не уточнят и не исправят данные, то через шесть дней после получения соответствующего уведомления по электронной почте их оставят без возможности воспользоваться своими счетами в банках. Всего в Амурской области НДС платят свыше 5000 юридических лиц. Большинство из них, как и положено, до 25 апреля сдали отчетность за первый квартал 2015 года. Однако новый порядок оформления налоговой декларации и ее предоставлений в электронном виде, а не на бумаге, вызвал определенные сложности. Поэтому налоговые работники просят предпринимателей лишний раз переуточнить данные. 15 июня начался прием заявок на участие в международной выставке «Амурекс по форум-2015», которая пройдет с 8 по 10 августа в Благовещенске. Как и в прошлом году, она разместится в общественно-культурном центре, а также на прилегающей площади. Тема выставки 2015 года «Приграничные города. Уникальное партнерство для бизнеса и туризма». В ее рамках участникам предлагается показать, как их компании ориентированы на экспорт и импорт товаров и услуг, а также на развитие туризма и бизнеса. Впрочем, предусмотрены зоны и по другим тематикам. Участников разделят по пяти направлениям. Это тур-экспо, бизнес-экспо, строй-экспо, тех-экспо и прот-экспо. Помимо выставочной деятельности запланированы форумы, семинары, круглые столы, презентации регионов и отдельных предприятий, дегустации и многое-многое другое. По традиции, после Амур-экспо-форума в Китае на острове Большой Хэхэ стартует международная торгово-экономическая ярмарка. В ней смогут принять участие и российские компании. На этом все. Смотреть новые выпуски «Капитала» вы теперь можете также в эфире информационного агентства «Город» и на ТВ-центре. Пересматривать интересные выпуски в социальных сетях, на страничке Первого областного канала, Фейсбуке и Одноклассниках, а также на сайте «Порт Амур» в разделе «ТВ-проекты». Я же с вами на этом прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok